здравствуйте всем привет итак разбирался со звуком ну не знаю как этот ролик запишется буду говорить громче значит поменял программу переустановил именно для монтажа возможно в ней какой-то сбой возможно еще что-то буду дальше разбираться ну вот вот такой значит персонаж у какого с мультфильма древнего да когда этот убегает там от волков как он зовут луни тюнс вот так его зовут скачал значит модель уже в позе и взял разные части и взбрав все это дело попеределал ставил рик сделал развертку и закинул в блендер так погнали хочу попробовать значит ему сначала бег а потом значит по другому каналу нашел информацию как сделать вот эту вот круга как чтобы ноги его кругом бегали да попробуем тоже это все дело потестить итак давайте закинем empty image закинем сюда mov файл так делом у меня тут находится вот он так единица тройка на нампаде куда он бежит семерка на нампаде значит пусть бежит значит в эту сторону на единица на нампаде делаем r делаем ему с тройка на нампаде помощью mov давайте все это дело перетянем повыше делаем с возможно даже его скопировать прямо вот поэтому делу надо только подгадать с немножко размер ему так тройка на нампаде g где там уровень земли у него таймлайн вытаскиваем немножко перемотаем вот хорошая штука мотаем таймлайн перематываем побольше делаем посмотрим как получится это все дело значит сделать так г подгадаемся по телу тройка на нампаде значит так выбираем кости заходим в пост мод выбираем ногу так что у нас тут ага обжиг мод косяка в порогах но не без этого подальше отведем так тройка на нампаде опять же выбираем кости заходим в пост мод и вот теперь так это вот эта нога да значит ногу сюда перекручиваем бац g подгадываем подтягиваем теперь тазовую выбираем так я поближе поставлю g делаем наклон теперь значит перекручиваем r плавненько это дело значит шею у меня получается шея чуть чуть длиннее но не суть вопроса главное чтобы все это дело двигалось бегало r тут у него ага вот у меня голова так и тогда вот эту шею делаем поровнее а голову загибаем тогда побольше так по хвосту наверное хвост настрою на inverse kinematic ctrl shift c inverse kinematic и зайду в настройки удалю таргеты и теперь я в принципе должен поставить это раз два три четыре раз два три четыре ну пусть на четыре кости будет так не на четыре мало давайте на пять g так перекрутим теперь значит r хвост ему повыше а эту часть g опустим в натяжечку так следующую ногу g r так это значит g и у здесь уже нужно применить сгибание ноги значит ну не попадает конечно по рисунку можно рисунок сделать ну сделаем вот так вот так не суть вопроса так а здесь что у нас можно можно еще так косточку передвинуть в принципе тело чуть-чуть соответствует ну пойдет а и локрут прописали так пятый кадр смотрим пятый кадр значит что на пятом кадре вот вот эта штука у нас ставится r на землю g вот тут чтоб нога не ломалась так что у нас получается наша лапа значит не ломалась дальше еще потом с этой штукой надо разобраться с пальцем да угу так это значит тройка на нампаде и вот эту ногу чуть-чуть на назад раз тогда больше перекрутку сделаем здесь что у нас по хвосту по хвосту значит у нас вот сюда его так раз вниз а эту значит вот повыше да а и локрут смотрим что происходит так здесь она потом должна перейти давайте сразу десятый кадр значит так это на десятом кадре у нас стопа становится на землю так g уровень земли не теряем следующее убираем управляшку другой ноги g r ну прям так она нам и подходит вот раз r вот вот таким вот образом да так тройка на нампаде и значит вот это тело опускаем хвост вытягиваем и так немножко я отвлекся погнали дальше так это значит у него нога на сгибе так как она вот тут идет тут на вытяжку да получается вот эта нога вот эта нога она ну не может она быть на вытяжку потому что здесь совсем другая штукенция да так и получается где тут ноги вот это что за косточки это у нас крыло так так ладно пробуем иначе так это у нас значит одна нога и куда-то ушел значит у нас зеленый сфер так вот это кто это не он это боковухи да а ну-ка если мы их они не перекручиваются кстати так а ну-ка сделаем другой финт так это значит g о вот он нижний значит сфер нашелся так 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 где-то тут он должен быть и теперь в принципе лапа правильно давайте теперь на десятом кадре так тройка на нампаде включим опять empty и попробуем опять по новой значит это g ставим на пол а эту значит g выводим вперед перекручиваем где-то вот в таком финте так и тазовую кость опускаем пониже делаем g так где-то так да так вот с коленом тут перекрутка не прокатит наверно а ну-ка ну потом подкорректирую это значит нужно будет крылья скрыть я не вижу за крыльями значит вот эту штукенцию ногу да так здесь у меня будет видите другой изгиб никак нарисованный да ну не суть вопроса значит все это дело главное чтобы наш персонаж бежал а и локрот так вот здесь уже лапу вот эту повыше поднять на пятом кадре вот так а и локрот пятнадцатый кадр значит эта нога у нас уходит R так это G уходит назад так 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 здесь вроде бы нормальная такая штукенция на изломе так что еще эта лапа у нас тройка на нампаде значит R выкручивается делается более такая с изгибом круглым да во чтобы эта лапа появилась теперь значит по ходу здесь еще перекручивается значит наш вот этот персонаж G хвост опускается R перекручивается корректируется G ну и потом еще крылья так смотрим перелом лап чтобы не шел в принципе нормально а и локрот 3D это не 2D и вот можно потом удалить этого персонажа и как-то сделать вот этот пустой фон и значит просто наложить его на этот фон и будет счастье так есть 20 кадр так так на 20 кадре наш красавец уходит значит кверху R перекручивается это нога G R делает перекрутку вытяжку так так а вот здесь почему нога так а это нога так и остается что ли так это значит G хвост выпрямляется и локрот смотрим вообще что получилось какая там нога тройка на нампаде значит эта нога делается G перекрутка вот у него тут у нас сухожилие вот локоть чуть подальше у меня чуть поближе это не есть конечно трагедия но все равно так это значит G это значит R перекручиваем всю эту штуку так и значит чуть-чуть поднимаем так теперь с этой лапой G лапа опускается так пальцы значит у нас выравниваются и можно значит лапу еще вперед так здесь у нас значит он перекручивается вверх и хвост G поднимается повыше так ну где-то так так а и лакрут здесь еще нужно добавлять вы видите что моменты кое-какие будут на промежуточных кадрах да так здесь значит у нас перекрутка идет G большая не получится у меня ну вот эти вот еще могу подзавернуть а и лакрут так на 30 кадре вот тут у нас получается 28 давайте пропишем G так R выпрямляем и значит вот эту косточку центральную вот так оп выравниваем ногу так что еще тут можем сделать значит вот с этой штукой надо будет разобраться вот видите у меня ограничена лапа вот в этих таких вот изгибах да так это значит R больше она выкручивается и повыше так что у нас тут с локтем а ну-ка выравниваем его ну уже получше тут крылом можно кое-что подзакрыть пишем а и лакрут вот на тридцатом кадре у нас получается нога R становится на уровень пола так а вот с этой ногой теперь G так тройка на нам паде вот такая получается штукенция да да так что нам позволит сделать вот вот это косточка так чуть-чуть может она подкорректировать помочь нам вот лапу можно все-таки опускать корректировать корректировать да так тройка на нам паде и значит вот эта лапа должна быть где-то вот тут а и лакрут тенс 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 ну вот уже наш персонаж тоже бегает теперь пошла у нас значит левая нога на стойку а это пошла вперед и раз она пошла вперед то можно попробовать вот эту косточку значит R во чуть-чуть припустить ну так уже будет вроде бы как посимпатюшнее а потом шипкеями можно будет догнать так и теперь опускаем тело и опускаем хвост и опускаем и локрут и то же самое теперь только зеркалим на другую значит лапу так а эту лапу тогда у нас вытягиваем ее побольше вперед повыше перекручиваем и значит немножко еще тело опускаем а и локрут так а вот на этом кадре значит он чуть-чуть опускается и значит выравнивается а и локрут так здесь он уже поднимается перекручивается опять повыше лапа уходит повыше делаем р попробуем сделать перекрутку так эту кость хоть выбрал так тройка на нам паде и значит р и g так а эта лапа делает перекрутку и делает подъем кверху потом идет закругление значит наших костей персонажа хвост что там с хвостом по-моему так и остается так здесь хвост уже пониже опускаем и все анимация закончилась ставим 45 кадров enter empty отключаем и смотрим все это теперь можно ускорить и будет зашибись давайте давайте пропишем еще некоторые кадры так двенадцатый смотрим с первого пятый так ну здесь уже все нормально потом потом здесь уходит у нас двадцать девятый так 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 давайте пропишем еще значит крылья так что у нас там происходит с крыльями значит здесь крыло единицы на нампаде делаем r делаем ему r и выпрямляем вот эту вот часть тоже тут такая же штука делаем r выпрямляем выбираем выбираем еще одну косточку делаем r так и перекрутку а и локрот так что здесь у нас крыльями копируем значит наши крылья через shift выбираем значит косточки левая кнопка мыши так 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 и по моему вот эти еще две сферы так тройка на нампаде выбираем двадцать пятый кадр делаем shift на тридцатый что дальше у нас происходит так на тридцать пятом крылья еще больше значит кверху подняты это значит shift тридцатый кадр на тридцать пятый и на тридцать пятом давайте желательно все это делаем еще больше значит значит приподнять так и немножко их можно вот косточками вытягивать вперед а и окрут так здесь тоже верхняя точка большая на пятнадцатом кадре мы выбираем давайте опять наши кости так наши кости крыльев так и с этой стороны тоже смотрим бац 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 еще раз меня отвлекли ну давайте доделывать так смотрим тройка на нампаде вот здесь где идет столкновение с землей так здесь все кадры нормально шлеп а вот на шестом кадре надо ее вниз опустить резче а и локрот идем дальше шлеп нога пошел 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 так на шестнадцатом на так здесь уже идет чуть-чуть загиб р а и локрот и значит на шестнадцатом вот видите тут нужно уже значит р ногу перекрутить прописываем а и локрот и надо посмотреть чтобы она да она уходит так вот здесь тоже значит идет перекрутка пальцев во а и локрот здесь они выпрямляются сгибаются так что еще можно сделать так вот здесь еще у нас какая штука идет ломается значит лапа значит мы этой лапе сделаем немножко выверт так надо найти эту косточку так это большая так 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 надо их заменить большая малая так это крылья это у нас что у нас вот вот она вот так где-то да и тогда можно ее наверное еще подальше оттянуть да вот теперь будет поприкольней а и локрот ну а ну-ка вот здесь она уже идет на излом да значит нам нужно эту косточку подправить так не беда вот так это будет а и локрот так наверное это все-таки перебор а ну-ка угу так 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 а ну-ка тройка на нампаде так и здесь тоже тогда нужно поработать с этой косточкой вот а и локрот вот уже получше так а вот здесь уже идет ломка значит и с этой ногой нужно тоже чуть-чуть пошаманить так находим эту косточку куда она убежала надо ее заменить на какую-нибудь другую таргет так вот она здесь она у щиколотки и значит здесь она тоже должна быть у щиколотки так 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 а ну-ка это не та это тоже не та вот не есть хорошо как она убежала много напутано костей это дело вот она так что там у нас с ногой а нога у нас на вытяжку идет да так и тройка на нампаде на вытяжку вот а и вокруг так и нога тогда нас не туда уходит а р и g подтягивается и выкрутка делается вот так вот локрот а ну-ка так еще раз значит эту же косточку находим и перекручиваем р вот так хотя бы и теперь ее в бок так тройка на нампаде пробуем ногу оттянуть так нога должна быть тут ну тогда я не представляю так вот это что за кость так 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 вот нормально вроде выкрутилась так еще в одном месте где-то она тупит вот она мы ее удаляем английская а выделяем все кости и удаляем двадцать седьмой двадцать восьмой кадр значит дэвид так 28 кадр поправляем перекрутку делаем лапаем так и побольше наверное так а вот менять место место менять можно да значит место если мы поменяем r делаем перекрутку и делаем значит еще так куда она там ушла в теперь находим где тут еще эти косточки так вот это по моему не это управляшка вот от этой косточки должна идти еще одна косточка это вот это сфера значит да так это джи не крутится даем так а если эту ногу подкрутить вот тазобедренную подкручиваем ну где-то так а и вокруг главное чтобы уже а ну-ка все лапа нормально работает 45 так вот здесь от переход ну вроде нормально так выбираем теперь что у нас крыльями выбираем наши крылья находим где они именно уже выпрямленные вот так вот выбираем 25 кадр и смотрим на какой кадр их поставить значит это у нас шифт д на 1 теперь что он делает шифт д 5 шифт д тоже так а здесь уже верхняя . находим верхнюю точку это уже 35 кадр шифт д на 10 так следом шифт д на 10 а на 15 так это значит теперь у нас вертикальная поза вот так вот шестой кадр шифт д так так что мы пока мы так и вот на этом кадре это верхняя точка должна быть, значит 35 shift на 40 отрывков не было и переходит на 45, 45 у нас вот эта поза, это значит 30 кадр, shift на 45 все, теперь вот единственное, что возможно 50 кадр еще нужно будет добавить потому что резкий вот этот толчок переход так, еще можно добавить открытый рот да а ну-ка R так, теперь вот эту на эту control, shift, c inverse, kinematic добавляем таргет и убираем и ставим на три кости а ну-ка выбираем G так, на три кости мало, давайте на 4 так, это G даже еще можно на пятую а ну-ка а и лок рот погнали дальше воздух он черпает и рот открывается давайте на 25 откроем рот тоже так, волосюшки G а и лок рот так, здесь слишком высоко пошла так так, 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 так погнали каждый кадр теперь G так, так пиев дым пиев дым пиев дым он черпает Продолжение следует... 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 А ну-ка Да, вот этот рывок Не есть гуд А ну-ка, это здесь тушка Здесь тут тушка Так, здесь она где? Корпус тут Во Вот эту часть Так, вот эту Пятый Седьмой, десятый Так, пятый А ну-ка попробуем Обыграть это дело Тушку чуть назад А и локрот Потом эту тушку тоже назад На центр А и локрот Вот И вот здесь тоже Не есть хорошо Десятый кадр Вот так В натяжечку А, и Локрот Придется переделать Так, пятнадцатый кадр Тоже чуть-чуть Назад Чтобы центр Ловился Так, и где-то Здесь еще Идет косяк Так, а косяк Идет вот тут Вот раз Так, и где-то так нормально нулевой и последний кадр выровнялись именно по тазу поэтому дергай не исчезла так а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Постмод, английская А, появляются раскадровки. Теперь файл сейф, сейф. А вот это все попробуем, чтобы не испортить. Выделяем все кадры, ставим на первую, делаем S, английскую. Уменьшаем, допустим, до 30 кадров. Вот, маловато, да? Давайте еще поставим S кадров 25. Ставим 25 кадров, Enter. Ну, нормально. Все, всем пока, до свидания. Вот такой вот эксперимент по анимации. Да, вот нужно еще получше, наверное, гифку найти. Просто здесь сбой. И попробовать сделать рендер. Рендер уже покажет вот эти все косяки, недочеты. Будет в глаза бросаться. И можно уже тут корректировать, шаманить. Делать более такую мягкость персонажу. Все, всем пока, до свидания.